Девушки отдыхают Почему такой тощий? А на мою зарплату не особо и разъешься А вы с начальством поговорите? А где оно? В золотых доспехах, разумеется Макс, как насчет прибавки? Понятно Подробнее о жизни этих персонажей в следующей части нашей программы Kings Bounty — игра со скромным главным героем Кем бы он ни был, магом, воином или паладином Его удел — находиться поодаль от поля боя И смиренно наблюдать за происходящим Он как бы находится за экраном То есть это мы И применяет различные дополнительные средства поражения Как то, например, магия Ну куда ж в сказочном мире без магии? В Kings Bounty заклинание столько, что Гарри Поттеру Остается только наколдовать себе веревку с мылом И повеситься от зависти Взять хотя бы телепорт Штука в хозяйстве незаменимая Так, например, если мы деремся на карте С большим, но медленным юнитом И он постепенно подходит к нам Когда он совсем приблизился Можно взять его этим заклинанием И заширнуть обратно на дальний конец карты Пусть идет к нам снова Но это так, в кошки-мышки поиграть Иногда бывает совсем не до этого И тут на помощь приходит атакующая магия Опытный маг разверзнет небеса И обрушит на головы врагов грома и молнии Обдаст сопостанов огнем и холодом Ну а потом он может вызвать причудливых созданий Закусить теми, кто уцелеет после подобного фейерверка Например, одно из существ Это книга зла Такой забавный персонаж Который действует самостоятельно После вызова То есть мы им не управляем При этом она прыгает по карте Кусает всех юнитов врага Или может применять Некие простенькие заклинания на врагов Могущественных союзников можно не только вызывать в горячке боя Но и выращивать в спокойной обстановке Предметов, которые дают потомство, достаточно много Нужно только приглядеться повнимательнее Например, яйца грифона Из которых можно себе создать дополнительную армию Грифон — это, конечно, далеко не все существа Которых может взрастить наш заботливый рыцарь-натуралист Союзников при желании можно извлекать из самых необычных предметов Так, в один прекрасный день из неприметного ростка вырастает зубастая терния А прогнивший гроб разрождается дрессированной нечистью Главное — поливать вовремя да ласковые слова говорить А вообще магические предметы в Кингс Баунте дороже золота Кое-какие из них продаются в замках Но самые вкусные, конечно, найдутся вдали от городской суеты В хорошо охраняемых сундуках и ларчиках Но прежде чем прикарманить их содержимое себе Придется биться с их хозяевами за обладание ценным имуществом Где мы застигнем ненавистного врага, там и быть полю брани То есть если мы деремся на мосту, это будет вытянутая длинная карта Если деремся на болоте, то большая карта с множеством непроходимых мест Если деремся просто в поле, то просто карта среднего размера Отдельная история — штурм замков Командование приходит к нам, когда наша армия стоит на вершине осадной башни И уже готова высыпать на крепостные стены Внутри замка можно обнаружить бочки с припасами Которые можно загробастать себе, если не слишком медлить, а то врагу достанутся А еще за крепостными стенами нередко томятся пленники Которых прямо в ходе битвы можно вызволять из темницы Тогда они с радостью набросятся на своих недавних тюремщиков Но замки, поля и болота — это далеко не все места, где можно прославиться ратными подвигами Иногда придется даже сражаться внутри предметов Да-да, некоторые вещи в мире Кингс Баунти настолько могущественны, что обладают своим неукротимым нравом И вам придется сразиться с ними или их неупокоенными обладателями, чтобы подчинить себе В бою с волшебными тварями помогут не только крепкие мышцы и книга заклинаний, но и шкатулка ярости При должном применении она превращается в настоящий ящик Пандоры Ведь в ней обитают неукротимые духи ярости Духи — это очень сильные внеземные существа Для того, чтобы дух пришел в нашу шкатулку, можно будет выполнить дополнительный крест Всего духов четыре, и они, как исправные работники, время от времени повышают свою квалификацию А вместо зарплаты наш герой платит им яростью, которую накапливает во время расправы над врагами И когда ярость в его жилах достигает точки кипения, могущественные духи так и норовят вырваться на свободу Остается лишь направить свою ярость в нужное русло Так, например, духом Земли можно вызвать каменный дождь, то есть облако метеоритов, которое начнет падать на наших врагов Или, например, наоборот, возвести каменную стену, которая не позволит нашим врагам дойти к нам Дух холода, эдакая снежная королева, обязуется предоставить ледяные колья, вырастающие прямо под ногами врагов Дух болота призывает так называемый адский косяк Стайку диких рыбешек, пожирающих все, что подвернется под плавник Ну и последний Самый сильный дух ярости, который зовется стражем времени, может напрямую выкачивать саму ярость из противника и передавать ее нашему герою Но есть в мире Кингс Баунти такие существа, увидев которых даже духи ярости сбегают обратно в шкатулку и отсиживаются там до конца сражения Речь идет о громадных, начальственного вида чудовищах, иначе называемых боссами Духи, несмотря на то, что являются сильными существами, таких боссов боятся Ну а пока трусливые духи попрятались в своей шкатулке, нам приходится скрестить клинки с щупальцами мерзкого кракена или жуалами огромного пещерного паука В босса записали даже гигантскую черепаху, мудрое и безобидное животное, но даже ее наш рыцарь умудрился раскрутить на драку Все-таки быть неподвижным, хотя и мощным, героем довольно утомительно, не правда ли? Да, приятно снова ощутить себя Ой Что? Попробуй пошевелить рукой Не могу Похоже, игра действительно затягивает Ну, по крайней мере, Борис, вы больше не дама Я МАК